Модницам на заметку. Вот так при помощи термостойкой бумаги можно обновить уже поднадоевшее однотонное платье. Но парнаульские школьницы пошли дальше. Сами разрабатывают дизайн одежды и сами же ее шьют. Однако раскрывать все карты пока не торопится. Фестиваль «Мода и время», на котором они представят сразу шесть, коллекция одежды, состоится уже завтра. Там и будут удивлять. Мы пытались изобразить картины с помощью прикладных материалов, ниток, трикотажных ниток, ниток мулине. Также наши платья, мы их делали не просто шили, а мы их плели сами из тонких ниток и клепали такими же клепками, как на вот этих костюме. На другой коллекции юные модельеры изобразили четыре модных столицы, точнее их визитные карточки. Например, Римский колизей или Бруклинский мост Нью-Йорка. Свои работы ученицы покажут на дефиле. Подготовка к нему идет полным ходом. Это силикон. Он скреплен халитенами. Их, то есть, не цепляешь, потом нужно будет пробить, чтобы они держались. А вот эта красная ткань, получается, это ткань используется для палаток, ну, чтобы сделать палатки. Да, форму, чтобы хорошо держать. За звание победителя молодые дизайнеры от 7 до 18 лет поборются с коллегами из соседнего Новосибирска и Кемеровской области. Планируется всего около 400 участников. К слову, фестиваль «Мода и время» в Барнауле пройдет уже в 28-й раз. Мода, она изменчива. Мода меняется, все не стоит на месте, технологии не стоят на месте. Когда-то мы не думали, что появятся 3D-принтеры, когда-то мы не думали, что у нас будет, можно напечатать просто тот принт ткани, который ты можешь разработать сам и создать, и создать потом модели одежды. Сейчас это все возможно. Поэтому мода и время. В жюри конкурса возглавит именитый модельер из Москвы Любовь Москаленко. Победа для участника станет шансом заявить о себе как молодом профессионале на всероссийском конкурсе WorldSkills. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком.